Приветствую вас, а давайте разберем ваш вопрос. Я считаю, что у меня скучная жизнь, моя знакомая все время выпивает, отравит какую-то дичь, в общем, очень веселая у нее жизнь. Я хожу так же, но у меня нет людей и друзей, с кем я могла бы это устроить. Мне, в принципе, не нравится мое окружение, но я не знаю, как его поменять, как найти новых друзей. За знакомство в интернете надолго у меня не затягивается, не получается чего-то серьезного, а в жизни нет. Стесняюсь познакомиться с кем-то, по моему мнению, классным и интересным. Я боюсь, что меня обошлют или скажут, что я к ним не подхожу, что я недостойна этого общения. Спрашивает у нас Валерия. Ну что же, здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Начнем мы с того, что скажем, что то, что вы считаете свою жизнь скучной, вот, а иными словами, то, что, условно говоря, скучно вам, да, например. Это, скорее всего, означает то, что вы себе что-то подавляете, потому что человеку бывает вкусно, как правило, именно когда он что-то себе подавляет, когда он именно что-то в себе отрицает, когда он именно что-то в себе, условно говоря, не принимает, у него не получается это принять, и в общем и целом возникает такая вот неприятная история, возникает такая вот неприятная, скажем так, коллизия, да, и человеку начинает казаться, что его жизнь, она неинтересна. Вот, это скучно, значит, вы что-то подавляете себе. Это первый момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Момент второй, на который бы хотелось обратить ваше внимание, заключался в том, что вы называете жизнь своей. Папрюки веселый, ковараж прямо выпивает, и, соответственно, у нее жизнь веселая. Ну, как бы, шипяете вы. Что ж, возможно, вы и правы. Возможно. Возможно, вы правы. Но, на мой взгляд, очень часто подобно модель поведения, подробно поведенческая модель скрывает за собой бегство. Бегство человека от ну, чего-то. бегство бегства человека от кого-то внутри внутри ну, внутри внутри себя. Да, то есть, вот. Человек, он как будто бы от чего-то бежит. Дальше вы говорите о том, что вы не можете познакомиться с интересными людьми, потому что вам как-то вот кажется, что эти люди вас обвергнут. Если у вас есть страх обвержения, проблематика с самооценкой. самооценки. Вот. Само собой, как мне видится, с этим нужно работать. Вот. Потому что это вам мешает. Мешает вам довольно сильно проблематика с самооценкой, да, она ну, ни одному человеку сборка жизни. Вот. А сейчас вот на данный момент так получается, что вы больше ну, пытаетесь доказать что-то. Вы пытаетесь доказать, например, сама себе, что достойны вы за счет проблем с самооценкой, в общем-то, можете идеализировать людей, которые даже ну, к этому не имеют отношения большого. То есть, вот, такая история здесь. И это очень важный момент, потому что тех, кого вы называете классными, да, вот, могут совсем таковыми не быть, а вы просто видите в них, в этих людях себя, видите то, например, что хочется вам, вот, и соответственно себя зажимаете. По поводу интересной жизни, здесь хочется отметить пожалуй следующее, что вот вы писали о том, что вам в интернете сложно ознакомиться, потому что не получается надолго с людьми, ну, находиться в общении, да, в контакте, у вас не получается это сделать. Так вот, на мой взгляд, связано это с тем, что у вас не выражены интересы, ваши собственные интересы, то есть по факту очень может, очень может такое быть, что вас просто с конкретным человеком, да, но что связывает, вот, то есть вам действительно просто сложно в этом смысле, ну, вот, знаете, как, вам тяжело и непросто как мне кажется, ну, вот связать себя другим человеком, потому что у вас может быть зналый интерес, то есть вы ничем не увлекаетесь и общение получается такое, знаете, ну, как бы вымученное, вот. соответственно, в этом может быть проблема, поэтому здесь я бы посмотрел бы как-то в сторону того, чтобы двигаться по направлению развития именно своей, так скажем, сферы интересов, вот, и уже исходя из этого, да, уже вот, исходя из данных аспектов, да, я бы вот вам рекомендовал бы действовать, потому что, нам нужно уже грубо говоря по поводу чего-то с людьми пересекаться, вот. если вы ну, скажем так, будете, например, или если вы не будете генерировать общее, что может быть между вами, вот, вытянутся, что вот, это, может, в общем и целом, вытянутся, как мне, по крайней мере, это видится, ну, вот, в таком контексте мне, это воспринимается сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения, вот, собственно говоря, психотерапии, вот, поэтому не искать в данном случае кого-то конкретного вам нужно, а скорее, по крайней мере, я так думаю, что смотреть на себя, вот, смотреть на то, чего хотите вы, вот, чем вообще вы сами, ну, с чем вы сами хотели бы связать свою жизнь, где бы вы хотели, где бы вы хотели развиваться, вот, и уже дальше, уже дальше, как раз таки можно было бы смотреть, смотреть именно, именно на то, куда бы вы могли направить свои ресурсы, вот, свои эмоции, свои эмоции, свои желания, и так далее. Вот. Это то, что я мог бы вам сейчас сказать, э, ну, вот, э, с точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, поэтому говорить о том, как вам эм, ну, конкретно искать друзей вряд ли, представляется, э, вряд ли представляется возможным, э, ну, говорить о том, что вы, что вы можете сделать для того, чтобы свою жизнь сделать более интересной, да, что вы можете сделать для того, чтобы ваша жизнь, ваша жизнь вам нравилась. Вот. Говорите об этом? Вот и об этом говорить, да, вполне возможно, и э, вполне, э, вполне, что называется, ну, реально, вполне реально об этом говорить. Вот, конечно, при только тех условиях, при тех, скажем так, моментах, да, если вы готовы над собою работать, если вы готовы в себе, ну, как-то разбираться, если вы готовы расти, если вы хотите, готовы развиваться, вот, и готовы узнавать и, ну, постигать, например, скажем так, ну, что-то новое для себя, опять. Вот, вот такой ответ я мог бы вам сейчас дать. На этом, пожалуй, всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью вам, она пригодится.